добрый день дорогие друзья пришло время нашему уроку и мы начинаем главное убедиться в том что есть интернет соединение и все в порядке ну вроде как есть наверное через некоторое время какие-то люди появятся и тогда мы уже убедимся в том что все нормально работает и так в эту субботу мы заканчиваем читать четвертую книгу а тары бамид бар а в эту субботу мы читаем две недельные главы то есть вот появился первый человек здравствуйте если есть какие-то помехи и вы нам тогда сообщите вот еще люди появились здравствуйте значит вроде как все в порядке значит в эту субботу мы заканчиваем читать книгу бамид бар четвертую книгу тары глава наша субботний она сдвоена она состоит из двух глав ма тот и масса эй ма тот и масса эй значит о чем я хотел сегодня с вами поговорить конечно же проще всего выбирать недель недельную главу как источник наших занятий как те вопросы которые возникают по ходу дела и вот вопрос который у меня возник когда я перечитал вот эти вот недельные главы особенно вот недельную главу масса эй масса эй это значит передвижение последняя глава масса эй она связана именно с тем что там в самом начале описываются наши все передвижения и стоянки в течение сорока лет путешествия по пустыне достаточно подробно прямо с этого начинается вот эти вот элли масса эйб на израэль и вот передвижение поездки передвижения сынов израиля ашер и циумер митсраем которые вышли из земли египетской митси вот там быят муше да арон по их значит штабам лагерям под руководством муше и арон вот так начинается последняя самая последняя часть книги бамид бар глава масса эй так вот у меня возник вопрос всегда возникает когда возникает вопрос это очень хорошо если ты читаешь вторую тебя не возникает вопрос это плохо если такое ощущение что все понятно тогда можно книгу закрывать должно быть непонятно вот это вот непонятное рождает вопросы и желание найти ответы на эти вопросы так вот у меня вопрос следующий зачем так подробно описывать все наши стоянки а ведь знаете когда мы читаем вот книгу четвертую книгу бамид бар то мы замечаем очень интересную такую деталь что тридцать восемь лет нашего пребывания в пустыне они никак не описаны их просто вот нет там да есть первый год есть второй год а и потом есть сразу сороковой год 38 лет они ну вроде как есть да но о них ничего не сказано а вот когда мы перечисляем когда мы читаем перечисление всех вот этих вот остановок поездок то здесь все указан здесь указаны все наши стоянки которые были за эти 40 лет их вот если пересчитать их оказывается 42 стоят и вот у меня естественно возникает вопрос зачем зачем так подробно с названиями которые собственно ну ну что дают нам эти названия ну да среди них есть некоторые названия которые встречаются на карте даже сегодня такие географические названия или мы знаем исторически что то или иное название соответствует тому или иному месту это вот можно выяснить да но большинство названий мы не знаем на карте есть это или нет и вообще наша дорога по пустыне 40 лет ну сложно ее начертить где мы там гуляли вот в этой синайской пустыне по на этом полуострове но есть всякие варианты конечно предлагают вот там вот там вот там мы были так вот этот мой вопрос обращенный к самому себе зачем тара так подробно описывает все наши стоянки и все наши передвижения такой мой вопрос потому что может быть если мы ответим на этот вопрос если я себя отвечу на этот вопрос мне кое-что станет ясно потому что тара в конце концов ведь она описывает строение души человека стран души народа поэтому может быть в этих передвижениях стоянках есть то что существенное понятно когда мы читаем что-то и первое и не понимаем то первое что мы делаем мы обращаемся комментариями естественно сразу вот книжки у меня комментарии раши естественно сразу на первые на первые слова или масса эй и вот передвижение и раши тут же пытается объяснить видимо ему тоже не очень было понятно зачем это все нужно и он это объясняет двумя путями брашек проект как правило пользуется разными источниками он не сам придумывает свои объяснения так вот он здесь приводит два ответа два ответа первый ответ утверждает то что через эти описания всевышний проявляет нам то есть свевышний желает нам сказать о том что его отношение к нам милосердно строится по принципу милосердия почему мы приговорены к пустыне к 40-летнему скитанию по пустыне по определенной причине потому что посланные разведчики пришли отказались от земли и и весь народ их поддержал и вот они 40 где там исследовали эту землю и за каждый день год поэтому за 40 дней 40 лет пока не умрет то поколение которое не вышло языки новое поколение на родившиеся в пустыне должно уже войти в землю обетованным таким образом а раша утверждает что перечисляя вот все эти стоянки всевышний тем самым говорит очень интересную вещь что мы за все вот годы не так много и часто меняли место что по существу завод с момента приговора это было вот как раз вот на второй год когда мы двинулись уже после того как построили мешкан мы двинулись границам земли куда должны были войти так вот за 38 лет по существу да у нас было всего лишь 20 передвижений и раша утверждает что это не так уж и много оказывается до отправки разведчиков у нас было 14 передвижений с самого начала до вот этого момента отправки но это были передвижения не связаны с приговором это было до приговора 14 и в самом конце в сороковом году после смерти аарона у нас было восемь передвижений и это уже тоже не не берется в расчет а в расчет берется вот это вот только вот эти вот 38 лет и там получается 20 передвижений и раша утверждает след за тем комментатором у которого он это берет это был такой рабе-муше-даршан был такой комментатор живший до раши так вот рабе-муше-даршан утверждал что 20 передвижений за 38 лет это не так уж и много поэтому в этом выражается милосердие всевышнего по отношению к нашему народу это первый вариант почему они перечисляются и и второй вариант это уже взято из мидрашей танхума рабе танхума был такой мидраши там говорится о другом там говорится о том что все названия вот тех остановок которые приводятся где мы пребывали по существу это описание или намек на те события которые там происходили ну и рабе танхума прину приводит такой аллегорический пример о том что вот был царь но был любимый сын который заболел и царь отправился вместе с ним к лекарю лекарь жил далеко но они добрались сын излечился и вот они возвращаются обратно и они возвращаются по тем же местам и вспоминают вот эти вот места где им довелось когда они двигались к лекарю довелось останавливаться что они там испытывали какие трудности у них были то же самое здесь то есть все эти остановки это те события в которых мы участвовали ну и положительные отрицательные конечно и каждое место намекает на эти события дает нам возможность вспомнить весь наш путь вот раша приводит два объяснения почему вот эти собственно события по почему эти все передвижения здесь каким-то образом отмечены ну можно это принять и сказать да действительно хорошо теперь я понимаю почему нужны все эти передвижения но мне ну лично меня вот эти объяснения конечно я с ними не спорю все нормально все хорошо но я мне захотелось найти еще что-то еще какое-то объяснение того почему все таки эти передвижения здесь вот таким образом подробно перечисляются и вот я вот сейчас постараюсь вас познакомить с моими рассуждениями на эту тему отправным пунктом моим был вот посуд 2 2 стих в этой главе 2 стих я вам сейчас прочитаю и переведу значит здесь на иврите сказано так ваихтоф мошэ этому ацэйгем ли масса эйгем аль пиа шэм в элли масса эйгем ли масса эйгем сказано здесь вот что и записал мошэ их выходы к передвижением согласно всевышнему и вот их передвижение к выходам вот я обратил внимание на вот на то как строится вот этот стих и мне это показалось любопытным значит смотрите что записывает мошэ он записывает их выходы выходы из места к последующему движению передвижению и это согласно всевышнему то есть как бы всевышнему диктует и или приказывает и он это записывает и дальше написано и вот их передвижение к их выходам обратный процесс обратный процесс значит есть у нас выходы к передвижением по крайней мере так здесь написано выходы к передвижением это я читаю на глава массой самое начало самое начало главы массой это 33 глава второй стих если кто захочет кто может посмотреть тридцать третья глава второй стих значит есть выходы к передвижением и и это записано мошэ по приказу всевышнего или из уст всевышнего продиктованно и у нас есть передвижение к выходам передвижение к выходам выходы передвижением и передвижение к выходам и и на этом стих заканчивается значит есть два состояния есть состояние выхода мы выходим откуда-то и есть состояние движения мы движемся выход движения а пасхальная годе когда мы читаем пасхальную году на песах там есть одно замечательное предложение оно мне вдруг вспомнилось там сказано так выйди и учи цэ ульмат на иврите цэ ульмат выйди и учи в этом предложении есть некая странность вы имеете в дело чтобы человеку что-то выучить ему нужно сесть спокойненько сосредоточиться и попытаться понять что здесь в тексте сказано посмотреть другие источники почему сказано выйди и учи откуда он должен выйти если он вышел может быть у него негде сесть он должен идти стоять как если бы было сказано у сядься поудобней не отвлекайся и учись я бы вот в общем то понял но когда мне говорят выйди и учись я не очень понимаю тогда я начинаю задумываться над этим может быть и мне текст желает сказать что другое выйди выйди откуда мы как правило выходим мы выходим из того места где мы обустроились где мы сидим где мы живем где мы пребываем какое-то время да ну а то обычно это вот территория нашего комфорта это наш дом где мы находимся мы там вот сидим лежим живем не знаю и далее вот иногда мы встаем и выходим из этого дома и заметьте вот резкий дом он как раз обозначен тем что называем мезуза на косяках наших дверей мы вот вешаем прибиваем вот такой текст в коробочке он прибивается с правой стороны по ходу выхода то есть если я выхожу то этот текст у меня должен быть вот наверху с правой стороны там я касаюсь его при выходе ли не касаясь неважно важно чтобы двери косяки моих дверей были помечены вот этой вот мезузой и это текст это текст и старый так вот смотрите не знаю задумывались ли вы когда-нибудь на тем зачем но мы вешаем мезузу потому что нам так приказано у нас есть заповедь мы должны повесить эту мезузу но все равно хочется понять зачем какой в этом смысл если в этом есть какая-то логика ну конечно же до конца мы не поймем но какая-то логика все-таки нами схвачена будет хорошо хочу обратить ваше внимание значит этот текст там из шма израэль который прибивается к правому косяку когда я выхожу справа когда я возвращаюсь он у меня слева он у меня слева это важно почему потому что правая часть это часть связанная с милосердием правая сторона это милосердие левая часть это суд это важно это важно конечно же когда мы просим мы просим чтобы всевышний был нам не как судья относился а как милосердный чтобы он нам прощал хотя суд необходим если мы не будем подвергаться суду то как мы будем избывать наши грехи не все грехи избываются покаянием какие-то нужно за какие-то нужные отвечать то есть предстать перед судом ну вот знаете как интересно да значит когда я выхожу из дома выхожу из дома то мезуза у меня остается с правой стороны когда я выхожу она у меня с правой стороны нет когда я на когда я вхожу в дом когда я вхожу в дом до когда я вхожу дом она у меня с правой стороны когда я выхожу из дома она у меня с левой стороны значит когда я вхожу в дом я попадаю в пространство защиты в пространство своего комфорта в пространство где все обжито все для меня понятно надежно там я защищен и это говорит о том что мой знак находится с правой стороны. Я вхожу в пространство милосердия. Милосердие. Да? А когда я выхожу из дома наружу, я теряю эту защиту. Я оказываюсь в пространстве незащищённом. Дорога. И там я могу подвергаться всяким опасностям. И поэтому я нахожусь под судом. Всякая опасность для меня равносильно тому, что я предстал перед судом. Почему мы произносим дорожную молитву? Когда мы выходим из дома и отправляемся в долгое путешествие, мы просим Всевышнего оберегать нас, сохранять нас. Потому что мы находимся под судом. И тогда, вот тогда вот, Мизуза у меня с левой стороны. С левой стороны, когда я выхожу из дома. Значит, вот эти два положения находиться внутри, под защитой, в состоянии милосердия. Или выходить наружу. Там, где есть опасность и где есть суд. Значит, есть состояние, когда я внутри, а есть состояние, когда я выхожу и начинаю двигаться где-то вне. Понятно, что когда я нахожусь внутри, я пользуюсь тем, что я наработал, что я сделал. То есть, я вот консервативно не желаю менять вот этот уют свой. Нет. Это для меня такое обретение моего покоя. Когда же я выхожу и начинаю двигаться, и там много нового мне может быть встречено на пути, то это невольно заставляет меня каким-то образом пристраиваться, меняться, открывать для себя что-то другое, постигать что-то. Я ведь должен в этом мире, который для меня является судьей, приспосабливаться, выживать в этом мире. Значит, я его должен каким-то образом познавать. Получается очень интересная вещь. Когда я выхожу к движениям, вот как написано, как в самом начале написано, и выходы к движениям, это процесс к познанию, это процесс к открытию. Да, он связан с тем, что я покидаю нажитое место и обращаюсь к месту незнакомому, но это вместе с тем залог того, что я учусь. Поэтому, видимо, в Пасхальной Агоде сказано «выйди и учись». Покинь место комфорта, уйди вместо дискомфорта, но только там ты сможешь учиться. Выйди и учись. И здесь также сказано «наши выходы к движениям». Выходы к движениям, я считаю, это путь познания. Путь, который мне указывает Всевышний, из Египта. В землю наанскую, в землю обетованную. То есть, ко всему Всевышнему, как к самому Всевышнему. То есть, когда сказано «от ваших выходов к вашим движениям согласно слову Всевышнего», это я двигаюсь в сторону познания, в сторону Всевышнего, в сторону земли обетованной. Если же у меня сказано «от движениям к выходам», то есть, наоборот, я возвращаюсь. Я заканчиваю свой процесс познания и пытаюсь прийти в то место, где мне будет комфорта, но там я буду защищен, там будет милосердие, но процесс опознания там будет сведен к минимуму. Я буду наслаждаться тем, что я достиг. И это тогда будет от моих передвижений к моим выходам. Обратный процесс. И это я называю движение «от Всевышнего, от земля обетованной, к земле египетской». Получается, что в пустыне мы двигались либо в одну сторону, либо в другую сторону. Мы не двигались целенаправленно из, ну, грубо говоря, вот идея была из Египта в землю обетованную. Вот это вот мы, наше общее такое смысловое движение. Но на деле это движение было двояким. Были моменты, когда мы двигались в сторону земли обетованной, и были моменты, когда мы двигались в сторону обратную. К Египту, к Митсаему. Были движения к Богу и движения от Него. Видите, значит, наш путь в пустыне был достаточно непростым. Иногда мы шли ко Всевышнему, иногда шли от Него. В зависимости от того, какое это было передвижение. И мы находились в том или ином месте до тех пор, пока не происходило некое накопление, освоение. И мы это получали, и дальше нужно было вставать и двигаться. Причем двигаться либо дальше ко Всевышнему, либо от Него обратно возвращаться в Митсраи. А вот название всех этих мест... Я абсолютно согласен с тем, что говорится в Митреше Танхума. Название этих мест – это намеки на то, что там происходило. И даже если вы будете их просто перечитывать, это название, вы увидите, что они там достаточно смысловые названия. То есть, каждое слово что-то обозначает, и вот это что-то как раз и говорит о том, что там происходило с нами, когда мы там находились. Если это было Кадеш, освящение, то это одно. Но если это было какой-нибудь Тахат, то есть низменное совсем, то это будет совсем другое. То есть, само название говорит за себя. Поэтому многие из этих названий нельзя рассматривать просто как географические, а скорее всего, как некие смысловые намеки на то, что там происходило. Таким образом, мы можем четко и ясно, по крайней мере, я для себя это четко и ясно себе сказал, что все эти движения в пустыне были определенным нашим духовным путем. Причем он вел нас либо ко Всевышнему и земле обетованной, либо от Всевышнего и к земле египетской. И то, и другое, видимо, было необходимо. И направление нашего движения было связано с той стоянкой, в которой мы находились. Название стоянки определяло те события и те происшествия, которые там происходили, и по какой причине мы двигались дальше или еще какое-то время оставались там. Ведь наши все движения, начало и конец движения, были связаны не с нашим желанием, а с тем, что облако поднималось, и оно двигалось, и мы начинали движение за ним. То есть, сам Всевышний давал нам команду, когда нам двигаться, когда нам изменять свое положение и двигаться в ту или другую сторону. Вот это я уяснил, и надеюсь, что вы это тоже уяснили, что все движения были не простыми, а были некими духовными подъемами или опусканиями. Теперь тогда у меня возникает следующий вопрос. А за счет чего мы либо поднимались, либо опускались? Что должно было произойти, чтобы, допустим, наше следующее движение было поднятием или становилось опусканием? Что? Через что? Каким образом мы это все делали? Для меня ответ на этот вопрос лежит вот в этой, как раз в названии всей четвертой книги. Четвертая книга называется «Бамидбар» в пустыне. Ведь очень интересно, что когда мы выходили из Египта, сказано, что Всевышний не повел нас короткой дорогой. Ведь была короткая дорога, вот когда мы выходили, мы жили там в Дельте Нила, достаточно быстро мы могли выйти по направлению на север, на северо-восток, и через какое-то время мы уже оказались бы так по берегу моря, очень красивый вид, быстро пропутешествовали, оказались бы в земле обетованной. Нет! Он нас повел не короткой дорогой, он нас повел через пустыню. Бамидбар. И это не случайно. Так вот, смотрите, как интересно. Слово «Мидбар», «Бамидбар». На еврите очень важно, все, чтобы именно на еврите это говорить. «Бамидбар». «Мидбар» – это пустыня. А всегда, если вы хотите понять смысл еврейского слова, нужно искать три буквы корня. Практически все еврейские слова имеют три буквы корня. И от этого корня образуются и другие какие-то слова. Вот если взять «Бамидбар» в пустыне, «Мидбар» – пустыня, то корень этого слова «дабер» – «далет бет рейш». «Далет бет рейш». И этот же корень образует слово «давар» или «дибур». «Давар» – вещь или слово «дибур» – говорение, разговор. Получается очень интересная вещь, что «бамидбар» – пустыня и «дибур» – говорение, разговаривание. Но это по существу одно и то же слово. Одно и то же слово, которое как бы имеет разное значение. «Бамидбар» – это некая пустая территория, непригодная для жизни. Люди там не живут, как правило. Правда, «мидбар» в евритском понимании это не совсем вот каракум, сахара, знаете, вот сплошные пески и все. Нет. «Довер» на еврите – это место выпаса. И, может быть, кто-нибудь не знает из вас, но, например, февраль-март, когда у нас еще дожди заканчиваются, то у нас пустыня цветет. Она очень красиво цветет, появляется огромное количество зелени, там, цветов, такой травы, есть деревья какие-то. И известно же, что бедуины до сих пор пасут там свои стада. То есть, «Мидбар» – это не безжизненная пустыня. Она пустыня, потому что там маленькое количество осадков выпадает, конечно, за год. Но они там есть, и если вы можете собирать и копить воду и сохранять ее, то для вас пустыня становится местом достаточно удобным для того, чтобы там жить. И были там народы, которые там жили и демонстрировали высокую культуру, даже сельскохозяйственную были такие. Так вот, пустыня и говорение, разговор – это одно и то же. Дибур. Понятно, что именно бамидбар в пустыне мы получаем асерета диброт – десять говорений. Бамидбар – асерета диброт. В пустыне – десять говорений. Десять речений вот мы изрекали, говорили об этом, да. Так вот, получается, что главное наше занятие вот в пустыне, бамидбар – это был дибур. Это были разговоры. Мы вели разговоры. Причем в широком смысле этого слова. Смотрите, Всевышний разговаривал с Муше, обращался к Муше. Муше разговаривал со Всевышним. Всевышний также разговаривал с Аароном. Муше разговаривал с Аароном. Оба они разговаривали с сыновьями и с главами колен. Главы колен разговаривали с народом. Народ разговаривал со своими лидерами или со Всевышним. То есть, все сводится к тому, что мы все время разговариваем. И главное наше занятие в пустыне, бамидбар – это дибур, это разговаривание. Главное наше действие в пустыне – это говорение. Говорите, говорите. И я думаю, что именно разговор – это условие нашего духовного подъема или нашего духовного падения. Знаете, как интересно? Ведь первое, что рождается в человеке – это голос. Голос – это звук, который идет из него. Ребенок, родившись, должен заплакать, закричать. И с первым вздохом он вздыхает от крика этого. Он кричит. Звук рождается в нем. Это звук, это голос. Далее человек научается говорить. Вот разговор, говорение, разговор приходит к нему извне. Ведь мы же учимся говорить. Мы учимся языку, нас учат этому через подражание, через нам научат. Вот скажи там «папа», «мама», «а», «б» и так далее. Значит, голос идет изнутри, а текст, разговор, говорение, умение говорить приходит снаружи. Это уже культурная наслойка. Она извне приходит. Так вот, самое важное, как говорят наши мудрецы, чтобы между голосом, который рождается внутри, и разговором, умением говорить, который приходит снаружи, не было разрыва. чтобы голос, звук или замысел сердца и его воплощение, речь, были одно продолжением другого. Когда между ними возникает разрыв, они так говорят, если между голосом и речью возникает разрыв, мы уходим в изгнание. Это основа или начало галута. То есть, когда внутренний смысл не имеет адекватного выражения вовне, происходит разрыв, мы начинаем утрачивать Всевышнего. Мы его теряем. И это называется изгнание. Это называется галут. Так вот, я думаю, что в пустыне, когда мы вышли из Митсраима, из места нашего обитания, и поселились в Митбар, Дибур, мы как раз все время занимались тем, чтобы голос соединить с речью. Может быть, это как-то абстрактно для вас выглядит, но это на самом деле так, чтобы наш замысел и наше речение были продолжением, одно продолжение другого, потому что после этого речение еще должно воплотиться в действие. Потому что между словом и делом тоже может быть разрыв, и его нужно сокращать. То есть, мой замысел, звук, идея, воплощается в слово, внешнее проявление этой идеи, и реализуется в действии. И вот если этих разрывов нет, тогда мы движемся по направлению ко Всевышнему. Тогда мы движемся из Египта в землю обетованную. Как только происходит где-то на этих уровнях какой-то разрыв между голосом и речью, между речью и действием, мы начинаем возвращаться в Митсрае. И это ощущается, видимо. Таким образом, в течение 40 лет от остановки к остановке мы учились говорить и делать. Не случайно, допустим, самое первое начало главы Матод начинается с того, что идет разговор о клятвах. Если ты даешь клятву и так далее. Ведь клятва это и есть по существу разговор со Всевышним, обещание и прочее. Очень ответственный момент. Я сейчас не буду касаться этого, но это тоже важно, как раз когда голос и речь они совпадают и между ними нет разрыва. И клятва. Все, что выходит из твоего рта, ты должен сделать. Все, что ты сказал, должно быть воплощено. Уж лучше молчать, ничего не говорить. И как сказал Раби Акива, что молчание ограда мудрости. Замечательно. Таким образом, я прихожу к тому, что все наши передвижения, которые записаны вот здесь, это не что иное, как определенная схема, путь нашего движения из Египта в землю обетованную, наше восхождение и наше падение, то, что случалось с нами на стоянками. И главное, мы учились голос превращать в слово, а в слово превращать в действие. Чтобы не было вот этих двух разрывов. Но все равно они случались, конечно же, мы же живые люди, они случаются, мы же не автомат. У нас есть право выбора, и поэтому мы можем в эту, в другую сторону идти. Но вот это вот главный урок, который я вам хочу сказать, что на самом-то деле главная часть вот этого умения и знания мы получили в пустыне. Чтобы голос обрел смысл, стал словом, а слово стало делом. И вот это вот как раз передается через описание или рассказ всех наших передвижений от одного места в другое. От выхода к движению или от движения к выходу. Вот это вот я вам хотел рассказать. Не знаю, насколько это было ясно и четко, и понятно, но я пытался вам рассказать то, к чему я пришел. То есть две причины я прочитал у Раши, и третью вот я вам рассказал то, как мне кажется, все это достойно обсуждения, можно обсуждать, не надо ничего принимать как бы как истину последней дистанции. Это все лишь рассуждение на тему, не более того. Так, я хочу посмотреть, есть ли какие-то вопросы конкретные, да? Конкретные вопросы. Да, вот здравствуйте, здравствуйте, всем здравствуйте. Все здороваются. Хорошо. Да, вот. Выйди посмотреть шире вокруг, увидеть то, что за пределами комфорта. Ну да, правильно, да. Так я это и понимаю. На мой взгляд, когда ты в пути, так или иначе, ты чаще обращаешься к Всевышнему, нежели в зоне комфорта. Конечно, конечно. Когда ты выходишь из зоны комфорта, у тебя тут же появляется необходимость вспомнить Всевышнего, обратиться к нему за подмогой. Дорожная молитва с этого начинается. Господи, помоги мне. Я вышел из дома, я сейчас вот потерял зону комфорта, пожалуйста, не покидай меня. А сколько остановок было в пустыне? Говорится так, что у нас было 42 остановки. 14 в первый год, 20 за 38 лет и 8 за последний. Всего лишь 42. Описаны 42 остановки. На 38 лет приходится как раз вот эти 20. 14, 20 и 8. еще продолжается. 40 лет тренинга. Ну, что-то вроде этого, да. 42 остановки вот здесь написано. Так. Все. Значит, все. Я все это вам рассказал. Всем желаю здоровья, конечно, в наше непростое время и хорошей субботы. Шаббат шалом. Удачи вам. Ну, и до следующего раза. Всего хорошего. До свидания.